Здравствуйте! В студии Анна Туполева. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях экономики Донского региона. Итак, сегодня в программе. Устранение административных барьеров снижает коррупцию. Василий Голубев провел заседание областной комиссии. Ценники на гречку в донских магазинах вновь переписали. За неделю она подорожала еще на 10%. Экологический рейд водоканала выявил нарушителей. Почему ростовский бизнес экономит на очистных сооружениях? Безбарьерная среда. В Донском регионе административная нагрузка на бизнес минимальна, считают эксперты. Ростовская область – один из регионов-лидеров по сокращению бюрократической волокиты. О борьбе с коррупцией шла речь на совещании в правительстве области. Валентина Назаренко расскажет подробнее. В этом году для облегчения жизни предпринимателей власти региона сделали немало. Сроки оформления права собственности уменьшены с 35 до 5 рабочих дней. Выдача тех условий на водоснабжение и водоотведение – с 14 до 10 дней. Для субъектов градостроительной деятельности в 4 раза снижено количество процедур, а сроки оформления уменьшились с года до 3 месяцев. Послание президента очень очевидное и конкретно было высказано, связанное с поддержкой бизнеса, созданием условий для его развития на территории Российской Федерации. С административными барьерами борются межведомственные комиссии. Они есть в каждом муниципалитете. Специалисты выявляют причин, проблемы бизнеса и помогают устранить недочеты. В числе результатов работы комиссии решение таких актуальных вопросов, как сокращение сроков регистрации права на объекты недвижимости с 30 до 5 рабочих дней и по приоритетным инвестиционным проектам, и до 14 дней по приоритетным инвестиционным проектам муниципальных образований. Хотела бы отметить, что на прошлой неделе руководителям управления Росрегистра по Ростовской области заявлено о сокращении срока регистрации права на объекты недвижимости по инвестпроектам, входящим в губернаторскую сотню, до одного дня. Давление на бизнес в текущем году уменьшилось и со стороны надзорных органов. Так, количество проверок бизнеса налоговиками снизилось с 42 до 26%, прокуратурой с 6 до 4%, госпошнадзором с 14 до 10%. При этом число проверок, проводимых другими контролирующими органами в этом году, возросло. Так, в 4 раза больше проверяли предприниматели Управления федеральной миграционной службы. В 2 раза больше проверок провели администрации муниципальных образований, а также Россельхознадзор и Росприроднадзор. Вместе с тем, отметила директор департамента инвестиций и предпринимательства Донского региона, выросло количество земельных споров. К уполномоченному по защите прав предпринимателей Олегу Дерезе по этому вопросу поступило около двух сотен обращений. Например, у нас в одном из районов области индивидуальный предприниматель, который занят в сфере розничной торговли, получив собственный земельный участок в администрации района, получив разрешение на строительство магазина, в течение года не могла ввести этот объект в эксплуатацию. В результате на приеме вице-губернатора и уполномоченного по правам предпринимательства этот предприниматель обратился к уполномоченному вице-губернатору с просьбой повлиять на администрацию района и выдать все-таки ей разрешение на строительство магазина. В течение года этот вопрос не решался. В результате была организована рабочая группа. Эксперты выехали на место, чтобы поговорить с конфликтующими сторонами. Выдавали поручения, я разбирался. Все очень просто. Сначала человеку дали три сотки земли, архитектор согласовал ему по красным линиям строительства здания с выносом входной группы за красную линию. Сказал, делай, мы потом поможем. Они сделали, они потом их верх ногами поставили. Вот как специально, по-другому назвать нельзя. Втянули их, вот эта архитектура втянула предпринимателя в это. Земельные споры, как правило, возникают из-за отказа чиновников предоставлять предпринимателям хорошие участки. А также продлевать договоры аренды муниципального имущества на новый срок. Бизнес-обмудсмен помогает предпринимателям разобраться со сложностями контрольно-надзорной деятельности, досудебной и судебной защиты. Валентина Назаренко, Станислав Фоменко, Главный бизнес. Ростовская область направит почти 25 миллиардов рублей на развитие Донского АПК до 2020 года. Программа опубликована на сайте правительства региона. Средства пойдут на развитие сельских территорий и кооперации, миллиарцию земель, сельхозназначение, развитие растеневодства, животноводства и рыбохозяйственного комплекса. В частности, предусмотрено финансирование приобретения сельхозтехники, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов АПК, оказание консультационной помощи сельхозтоваропроизводителям. Другие новости экономики Ростовской области. Коротко в информационном дайджесте. Для развития и застройки набережной Донской столицы введут особые правила. Проект формирования речного фасада Ростова обсудили депутаты городской думы. Документ предусматривает четкую регламентацию застройки. Вдоль береговой улицы прилагается выделить особую территориальную зону. Максимальная и минимальная этажность, а также размер участка будут закреплены нормативным актом. Подробно обсудить концепцию развития набережной планируется на депутатских слушаниях 16 декабря. Гречневая крупа в магазинах Ростовской области подорожала еще почти на 10% за неделю, сообщает Ростовстад. При этом темпы роста цен на гречку снижаются. Две недели назад ее стоимость выросла на 26%, неделю назад почти на 14%. Самая дешевая гречка в регионе в Таганроге – 64 рубля за килограмм. Самая дорогая в Донской столице – почти 66 рублей. Как заявляют в федеральном Минсельхозе, ажиотаж вокруг гречневой крупы искусственный. Собранного в этом году урожая хватит, чтобы покрыть потребности страны. Ростовский бизнес-инкубатор ищет резидентов. Областной департамент инвестиций и предпринимательства продлил конкурсный отбор для размещения в помещениях на улицах Думенко и Социалистической. Заявки принимаются до 19 декабря. Одно из главных условий размещения – срок деятельности предприятия. Он не должен превышать три года с момента регистрации. Еще один критерий – вид деятельности. В инкубатор не допускаются компании, которые оказывают финансовые и страховые услуги, занимаются торговлей, строительством, юридическими консультациями, ремонтом, рекламой, медициной и общественным питанием. Экономия на очистных сооружениях. Некоторые предприятия Донской столицы сильно вредят экологии города и реки Дон. Очередной рейд водоканала выявил злостных нарушителей в Октябрьском районе Ростова. Почему руководители этих компаний предпочитают платить сотни тысяч рублей в виде штрафов, а не очищать стоки? В ситуации разбиралась Мария Эндрикова. Ростовское грузовое автотранспортное предприятие номер один каждый месяц сбрасывает в городскую канализацию 400 кубов воды с нефтепродуктами. Здесь ежедневно работает автомойка. Автобусы и маршрутки выходят на линию чистыми и без ущерба для городской канализации. Здесь очищают стоки еще с 80-х годов прошлого века. Конечно, с тех пор система износилась. Модернизация очистных обошлась предприятию в 450 тысяч рублей. Но денег не жалко, говорит главный инженер. В очистных сооружениях порядка 450 тысяч. Потому что сегодня лучше, как говорится, делать реконструкцию очистных сооружений, чем платить штрафы. Потому что регулярно контроль каждые три месяца, каждый квартал. И там большие штрафы. Транспортная компания в прошлом году обошлась без штрафов. В отличие от торгово-развлекательного центра на Нагибино. Каждый месяц ТРЦ платит 500 тысяч штрафных рублей. На сегодняшний день водопотребление составляет от полутора до двух тысяч кубов в месяц. Ну и основные загрязнители – это жиры, сероводород. То есть это предприятие работает практически без очистки. Хотя по паспортным данным очистные сооружения – жироловушки. На территории этого предприятия имеется. Согласно анализам, которые проводят лаборатории водоканала и независимые лаборатории, у них постоянно идут превышения. В прошлом году общая сумма штрафов превысила 3 миллиона рублей. За эти деньги можно построить эффективные очистные сооружения, уверен эксперт, и снизить нагрузку на городскую канализацию. С такими объемами жиров ей просто не справиться. Если они сбрасывают жиры в большом содержании, что показывает анализы, это более 50 миллиграмм на литр, пропускная способность наших канализационных коллекторов резко уменьшается. Если они попадают в основной коллектор, то здесь и хозбытовка от населения пропускная способность уменьшается и делает дополнительную нагрузку на городские очистные сооружения. То есть городские очистные сооружения, наши, это станции РСА, они не предназначены для очистки жиров. Еще один нарушитель – ростовский опытный завод «Монтаж автоматика» на Вавилово. Производят щиты для контрольно-измерительных приборов. Рядом заводская столовая. Жироловушки есть, но они почти не работают, если судить по результатам проб. Это предприятие у нас работает в основном без очистки. Сочная вода, которая сбрасывает, у него есть залповые превышения. Не только по тяжелым металлам, нефтепродуктам, а также по жирам сероводород сбрасывает. В месяц где-то потребляет он в районе 300 кубов. И штрафные санкции, которые выставляет водоканал за ненормативный сброс точных вод, это в пределах 20-70 тысяч. На сегодняшний день дебиторская задолженность у него по 2014 году составляет около 400 тысяч. В очередной раз водоканал выставит производителю штраф. Такая ситуация повторяется раз в три месяца. Нарушители боятся только жестких санкций, сетует Борис Чеботарев. У нас уже несколько предприятий, которые мы отключали воду. Это и в печати было, именно за сброс, за залповые сбросы и по решению суда. В апреле водоканал отключил от сети Комтехфинпром, в стоках которой регулярно фиксировались залповые сбросы. В мае без воды осталась экспедиторская компания Юг Руси в Батайске. А в сентябре под санкции попал 10-й подшипниковый завод, сбросивший в городской коллектор загрязняющие вещества с превышением нормативов в 200 раз. Мария Индрикова, Станислав Фоменко, Главное бизнес. И на этом наш выпуск завершен. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное, оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА